На плоскости дан отрезок, взята произвольная точка X, нарисована во внешнюю часть полуокружность с диаметром AX и полуокружность с диаметром BX. Оказалось, что если взять середины этих дуб, то существует окружность, которая касается в этих точках, этих самых полуокружностей. Вопрос, для каких точек X такая окружность существует, а для каких не существует? Я, поскольку боюсь, что... Знаете, простая... Считай так. Поскольку я боюсь, что многие еще ничего не поняли, давайте еще повторяю. На плоскости дан отрезок A и B фиксированы разные точки. На сторонах AX и BX, как на диаметрах, во внешнюю сторону построены полуокружности. Для каких точек X существует окружность, которая касается этих полуокружностей в их середину? Ответ у нее красивый. Там X должен лежать на середине перпендикулярия. Скажем так, X может лежать на середине перпендикулярия. Разумеется... Я беру где-то здесь точку X. Это не середина перпендикулярия совсем. Очень сильно не похож. Вот. Не подержись. Так будет лучше? Да. Так вот, я беру где-то точку X. Рисую полуокружность. Рисую полуокружность. Беру здесь вот середину-середину. Рисую перпендикуляр. Это не середина. Надо сделать чуть ниже. Коль, ну хватит. Правда. Если у меня картинка симметричная, то они, конечно, пересекутся здесь, будут равные отрезки, и все будет хорошо. Разумеется, это так. Еще если лежит на окружности с диаметром AB. Ух ты! А почему? Ну, из-за свойств прямоугольного треугольника. А вот эту картинку ты будешь сам. Итак, если вдруг получилось, что A, X, B прямой угол, тогда что? Это середина. Да. Это какая-то полуокружность. И получается, что там расстояния как раз равны... Это этот треугольник плюс этот. Да? Отлично. То есть все точки, описанные окружностью, ну, конечно, кроме самих точек A и B, годятся. Значит, ответ — это серединный перпендикуляр без точки пересечения с прямой AB. И окружность, построенная на AB, как на диаметре, не полуокружность, а окружность вообще-то, без точек A и B. Итак, окружность без точек A и B с диаметром AB. И серединный перпендикуляр без пересечения, это выглядит тоже, без пересечения с прямой AB. Замечательно. Да, абсолютно понятно, что подходит. Осталось доказать, что других точек нет. Соткнем здесь перпендикуляр. Да. И получим картинку для общей задачи. Нет, не обязательно... Не обязательно же пересекаются... Они пересекаются в центре описанной окружности. Правильно? Потому что здесь середина перпендикулярная сторона. Да. Ну, проведем вот такой отрезок. Да, и что? Вот здесь 90 градусов, здесь 90 градусов. Да. Но здесь есть два угла. Вот этот отрезок равен сумме такого отрезка и такого отрезка. Да, конечно. Вот этот отрезок равен сумме такого отрезка и такого отрезка. Да, конечно. То есть надо найти, когда сумма катетов прямоугольного треугольника равна сумме других катетов. Ну, другого треугольника. Если ввести две буквы, надо посмотреть, когда сумма синуса и косинуса... Нет, ты действительно правду сказал. Давайте я это всем сейчас объясню. Действительно, сказал правду. Только можно я все-таки нарисую картину по приятию? Итак, это что? Это центр описанной окружности, правильно? Давайте я все-таки нарисую эту самую описанную окружность. Описанную окружность чего? Нашего треугольника обыкнется, так? Да? Ну, давайте как-нибудь я вот эту точку А, вот эту точку В, где-то там точка И, не знаю где. Где-то здесь центр описанной окружности. Итак, когда есть здесь полуокружность и есть здесь полуокружность, то действительно речь идет о том, что вот эти два отрезка должны давать что? Такую же сумму, как эти два, правильно? Потому что вот это равно расстоянию до середины, и вот это равно расстоянию до середины. Замечательно. При этом здесь 90 градусов. Давайте этот отрезок обозначим буквы R. И возникает такой вопрос. Давайте вот это обозначим А, В, а вот это обозначим Х и И. Возникает такой вопрос. Часто ли Х плюс И равняется А плюс В, и при этом Х квадрат плюс У квадрат равняется А квадрат плюс В квадрат? Ребята, а это уже задача либо геометрии обалки. Давайте подумаем. Вот Х, И, А и В – это положительные числа. Если возвести обе части первой строчки в квадрат и вычесть из них вторую строчку, получим, что произведение Х на У и произведение А на В равны. Абсолютно верно. Потому что если вы первую строчку возвозите в квадрат, то вы получаете вот так. и когда вычтете, получите, что 2Х, И равняется 2А, В. То есть на самом деле Х, И равняется А, В, и Х плюс У равняется А плюс В. Теперь можно вместо А подставить Х, И делить на В. Не надо что подставлять. Надо дать терапеветочку программу. Если вы про два числа знаете их сумму и произведение, то на самом деле эти числа – это корни вот такого уравнения. Понимаете? Вот если вы раскроете скобки, то вы получите Т квадрат минус А плюс В плюс АВ. И если вы напишите другое уравнение, Т минус Х умножить на Т минус У равному 0, то что получите? То же самое. А значит пара АВ и пара Х, И это одно и то же. Это не значит, что А равно Х, и В равно И. Может быть наоборот. Но именно если вы посмотрите на вот эту систему, то получается, что либо Х равно А, И равно В, либо Х равно В, И равно А. Давайте теперь посмотрим, что это в ситуации. Если у нас У равно В и Х равно А, то это называется дельтоид. И вся картинка что? Ну то есть это тот случай, когда Х лежит на середине первого мастерпуляра. Да, потому что достраиваем, у нас симметричная картинка, симметрично ее достраиваем, и значит ситуация в середине первого мастерпуляра. Это, да, это правая картинка. Теперь давайте наоборот. Пусть у нас Х равняется В, У равняется А. Так это тогда прямоугольник. А если это прямоугольник, то здесь прямой уголник. Поняли? Ну вообще-то чего?